Представляю вам Давида Всевиова, историка, живущего в Эстонии. И сейчас я бы хотел поговорить с Давидом об оккупации Эстонии. Расскажите, пожалуйста, что такое оккупация и вот ее история может быть здесь за все годы. Ну что такое оккупация? Оккупация визуально становится нам понятна, если мы возьмем, например, карту Европы политическую в конце 1939 года или возьмем на 30 августа 1939 года до Второй мировой войны и посмотрим, каким или в каких тонах на этой карте обозначены страны Бальтии, в том числе Истонии. Ну, скажем, условно, это синий свет. И если мы возьмем карту политическую Европу, скажем, 1946 года, то мы видим, что уже этот кусочек окрашен тем же цветом, как и Советский Союз. Значит, страна была, страны нет. Что значит страна? Мы возьмем историю русского народа, мы уже знаем события, 1613 год, как боролись с польско-литовскими и шведскими интервентами, насколько была важна вот своя государственность и так далее. По-моему, это очень конкретный ответ на этот вопрос. И мы можем использовать разные термины – оккупация, аннексия и так далее. А факт остается фактом, что была суверенная государственность, и эта суверенная государственность пропала. Значит, эта страна оккупирована, аннексирована, не имеет никакого значения. Но при этом остался язык, остался народ, да? Ну, мы видим уже массы случаев, когда страны теряют свою государственную самостоятельность и сохраняют своих язык. Ну, та же самая Польша была в составе Российской империи. Мы знаем, что после восстания 1830-1831 года было даже запрещено использовать этот язык, но он все равно сохранился. Масса примеров, где какие-то страны, державы, империи поглощали какие-то территории, и там оставалась какая-то, назовем это условно-культурной автономии. Ведь это же очень интересно. Мы же видим это в варианте Евросоюза. Ведь как будто страны сохранили свою суверенность. Но очень в многих случаях, для многих людей это как-то тяжело воспринимается, что вот какую-то суверенность мы отдали, мы хотим ее сохранить. Поэтому это вполне понятно, что для народа это очень важно. И посмотрим события в мире, в сегодняшнем мире. Возьмем курды и борьбу за свое государство. Этих примеров масса в Африке, в Азии и так далее. То есть здесь нет ничего уникального. И то, что да, на самом деле, после этого случая, да, в Эстонии было возможно говорить на эстонском языке, издавать книги на эстонском языке и так далее. Но это не значит, что вот этот факт назвали мы его оккупацией, что мы могли бы сказать, что этого факта не было. Да, он был, тут своя специфика, свои формы, свои отличия и так далее. То есть ЕС, по-вашему, это оккупанты, да, сегодня, нет? В каком смысле мы говорим о каком-то историческом факте, который имел место в 1940-м и в 1944-м году. Он совершенно не распространяется для тех людей, которые сегодня живут в Эстонии. Конечно, нет. Конечно, нет. Поэтому даже название вот этих людей потомками оккупантов, что можно иногда где-то услышать в каком-то варианте, то это, конечно, просто глупость. Просто глупость. Эти люди во многом жертвы той же системы. Вот эти русские люди, которые живут здесь? Нет, не люди, которые живут здесь, а люди, которые были посланы сюда. Ведь многие из них даже не знали, куда их посылали. Скажем так, ну, возьмем, например, один из тех городов или городов Эстонии, где до сегодняшнего дня очень большой процент русскоязычного населения, Силь-Лама. Этот город был совершенно секретный. Там разрабатывалась первая атомная бомба Советского Союза. Мало таких секретных городов в Союзе в те годы, где-то после войны, 2-3 года. Даже у этого города названия не было. Он назывался военный объект или объект номер 22, или по имени директора этого объекта. По-моему, если память не изменяет, это был Гудков, назывался объектом Гудкова. И люди направлялись туда на работу. Направлялись туда на работу без того знания, где этот объект находится, что это Эстония, не Эстония. Для них это было совершенно другое явление. Они не были представителями этой системы. Они в каком-то смысле такие же жертвы. Поэтому нет никакого повода этих людей как-то клеймить какими-то названиями. А как вы оцениваете последствия оккупации? Что это принесло? Плюсы и минусы? Или только минусы? Возьмем, что значит, если мы уже возьмем термин оккупации. У терминов всегда какие-то знаки. Но не может быть у оккупации положительного знака. Это нонсенс. Мы же можем говорить, что кто-то куда-то принес какую-то культуру и так далее. Но вот возьмем северные народы, где-то там 30-е годы, вот им привели цивилизацию, да, и где-то поймали, посадили в пятиэтажные дома, и вот дали им радиоприемники, которые ни одной волны не могли понять. И мы говорили, что мы им привели цивилизацию. Поэтому само это слово, оно всегда имеет вот такой минус. Вот в этом большом минусе всегда мы можем найти какие-то плюсы. Для кого-то. Ведь если мы возьмем семнадцатый год в России, октябрь, и ставим перед этим положительный знак, то для кого-то положительный, а для кого-то, для того же условного графа, которого расстреляли только потому, что он был не из того сословия, для него там не может быть положительный знак. Ну что с собой эта оккупация принесла? Но первый результат, и нет цены у человеческой жизни. Мы же знаем, что в сорок первом году произошла массовая депортация. Я не говорю уже о том, что даже до включения Эстонии в состав Советского Союза, ведь НКВД тут проводило чистку, и между прочим, надо сказать, что первые жертвы были, одни из первых жертв были русские. То есть бывшие белогвардейцы, все равно не важно, те люди, которые после распада армии Юденичев в основном нашли тут укрытие, эти люди стали одними из первых жертв. Я видел массу этих дел, дел, когда этих людей допрашивали, и они все потеряли свою жизнь. Это еще было до того, как Эстония формально была включена в Советский Союз. Но большая депортация 41-го года. 49-й год, когда в Сибирь были отправлены дети парумесячного возраста, кончая стариками и старушками, это десятки тысяч людей. Так что если мы говорим о минусах, то что может быть сравнимо? Мы же не можем сказать, что за время этого периода было построено столько тазоводов, и сказать, что это стоит больше, чем нарушение и уничтожение жизни десятков тысяч людей. Моя теща была отправлена в Сибирь в 16-летнем возрасте. Моя жена родилась там, и она провела там 17 лет. За что 16-летняя? Ее отец расстрелян, он был офицером эстонской армии, он не воевал против Советского Союза. Формально в Советском варианте Эстония вступила добровольно в состав Советского Союза. Их отправили в составе эстонского корпуса, эстонская армия была переделана в корпус, и просто расстрелялись. Но были те, кого депортировали и убили, но были и те, кто сотрудничал с коммунистами. Как здесь к ним относятся, к коллаборантам? И сколько их было здесь? Ну, это очень тяжело. Ничего тут тяжелого нет. Ну, скажем так, во-первых, конечно, вот всегда, что меня беспокоит, когда вот такие понятия, как оккупация и так далее, они связываются с национальной принадлежностью. Ведь, если мы подумаем, первое советское правительство, тогда уже эстонское СССР, она была же составлена не из русских, а во многом из эстонцев. Многие должности, правда, многие из них были те эстонцы, которые остались в Советском Союзе живы, их массово уничтожали в 1937-38 году, но кто-то остался, их направляли тогда сюда на работу, коль они были коренными эстонцами, так их было тоже довольно много. Но многие такие должности, да, такие корпоранты, коллаборационисты, извините, конечно, были. И уникальность Эстонии еще в том, что ведь первый президент Эстонии, Арнад Рытель, он же был председателем Верховного Совета Эстонской СССР, то есть фактически президент Авториума, что, конечно, еще раз показывает, что вся эта система пропаганды и так далее, результаты практически нулевые. Изменилась ситуация, и люди поменяли свою такую красную вывеску, скажем, на сине-черно-белую. А как вы к этому относитесь, что вот люди присягали компартии, там, клялись верности идеалам коммунизма, советского строя, а потом вот так перекрасились? Ну, очень тяжело дать однозначный ответ. Мы же знаем в варианте Москвы и Ленинграда массу примеров, где люди творческие имели единственную возможность продолжить свою работу, став членами компартии. Тут в Эстонии в мое время, это уже 70-е годы, 80-е годы, для всех, это может быть преувеличение, скажем, для 90% даже партийных работников, это была какая-то игра. Игра, какие-то формальности, которые надо выполнять для того, чтобы продолжить свою работу, иногда даже, скажем, на пользу Эстонии, ну, скажем, условно, чтобы создать тут какую-то зону охраняемой природы, или неважно что, это было возможно только по линии партии. Поэтому, если в начале где-то 90-х в Эстонии это была довольно такая большая пропагандистская тема, что, мол, бывшие коммунисты и так далее, то на сегодняшний день она перестала быть темой. Вдобавок, ведь эта граница ведь не пробегала между членами партии беспартийными. В органах работали как осведомители, как правило, наоборот, беспартийные. Если посмотреть и вспомнить тех ученых, которые, например, из Эстонии, их немного, они имели возможность работать где-то, скажем, в архивах Швеции или в Западной Германии, только правило, они были беспартийные. Почему? Потому что им было легче налаживать контакт с местными эмигрантами, а потом они писали же все отчеты, это же все известно. Как Вы думаете, нужно ли подсчитывать ущерб от оккупации и там вот политизировать это все и предъявлять иски? Понятно. Для меня это интеллектуально интересная тема. Но она в разряде тех же тем, как, например, подсчитать стоимость сражения Ватерло и сколько это компания или компания Бонапарта в Россию, во сколько она обошла. Конечно, все в принципе можно подсчитать. Но мне не нравится, мы говорили о депортации и так далее, мне не нравится, когда жизнь людей определяется в деньгах, неважно, в каких рублях или в долларах не имеет никакого значения. поэтому заниматься этим все же во многом пустая трата интеллектуальных сил. Да, можно почитать в принципе, но насколько смысл этого предпочитать. Я уже не говорю о том, что предъявлять эти требования некому, если президентскую цепь из России никак обратно не получить, что является вообще какой-то мелочи символической, то говорить об этом вообще нет никакого смысла. И поэтому я думаю, что у нас столько проблем, требующих и интеллектуальной, и физической, и моральной силы, что заниматься такими вещами нет смысла. Факт, да, мы с вами об этом говорили, это было, это трагедия, а сколько стоит трагедия? Кто мне скажет, сколько стоит трагедия? Сколько стоит независимость, если ее потеряли? Я не могу оценить в деньгах, например, стоимость независимости. Вот, когда мы говорим об оккупации, но речь идет о советском времени, о Советском Союзе, Это мы просто сейчас конкретно говорили, что совершенно не значим, что мы отрицаем ту оккупацию, которая происходила в Эстонии в годовом расчете 41-44 год, которая была фашистская оккупация в Германии. Да, а до этого? Ну, до этого, но тяжело сказать, мы же не используем термин оккупации, когда мы говорим о татаро-монголах в 13 веке, мы говорим иногда иго татаро-монгольская, сейчас скажется, и этот термин не особенно используется, но об оккупации мы же не говорим, хотя власть татаро-монгольская длилась где-то 200 или еще больше лет, между прочим, практически столько же времени, сколько Эстония входила в состав Российской империи Советского Союза, поэтому эти более ранние периоды, это немножко другая история. Мы говорим об оккупации тогда, когда была уже эстонская государственность никогда она пропала. Вы сказали о проблемах, вот что вас больше всего волнует, какие существующие проблемы вас больше всего беспокоят? Ну, если даже взять на уровень одного человека, то ведь проблем можно перечислить массу, если взять на уровень суммарно всех людей, какие проблемы, проблема номер один, чтобы нам жилось лучше, проблема номер два, неважно, этот порядок не имеет никакого значения, это экологические проблемы, климатические проблемы, их масса, масса, экономические проблемы, культурологические проблемы, то есть чем заняться, но кого интересуют проблемы, футболом, могут заниматься этими вещами, поэтому выбор проблем бесконечен, и мне кажется, они значительно более важны для людей, для реально живущих людей, чем подсчитать ущерб, нанесенный оккупацией. Мы сегодня здесь были на вашей, ну можно сказать, лекции, выступлении, посвященном Нарве. Она была связана с конкретной выставкой. Да, Нарва русский город или эстонский. Что произошло в 93-м году, и почему возникла идея этого референдума? Я специально этой тематикой не занимался, но эти идеи же возникали тут и там, на всей территории бывшего Советского Союза. Как эта идея возникла, времена были тяжелые и так далее, люди не смогли ориентироваться в том, что вокруг происходит, им казалось все будущее в страшно черном свете, политические силы это все подогревали, ведь были лозунги, если вы помните, кажется, слишком летом молодой, но почти чуть ли не для людей русскоязычных какие-то отдельные номера машин, причем называли цвет этих номеров желтый, что, например, от нам очень какие-то другие времена, поэтому даже тут не важно, как это все возникло, может быть, в варианте Эстонии, по сравнению вот именно с теми бывшими другими союзными республиками, почему тут на самом деле ничего не произошло, и это отличает ситуацию у нас от многих других районов, где происходили кровопролития, и где мы видим результаты этих событий, возьмем Приднестровье до сегодняшнего дня, тут ведь таких проблем нет. Ну, в общем, все спокойно, да, и в принципе волноваться не о чем. Ну, никогда не бывает все спокойно, ведь люди разные, люди эмоционально разные, ну, в принципе, чтобы, исходя из того, что население Нарвы где-то на процентов 95 состоит из русскоязычных людей, не дает никакого повода волноваться больше, если бы теоретически население состояло бы на 95 процентов из гестонскоязычного населения. Это не имеет никакого значения. Люди делятся.